Доброго времени, суток, друзья! Попробуйте набрать в любом интернет-поисковике следующее имя. Алексей Яковлевич Очкин. И вы обнаружите, что об этом уникальном человеке не так уж и много написано, рассказано, показано. Всего несколько статей, очень мало фотографий, да наградные документы на сайте память народа. Его даже нет в Википедии, как бы к этому ресурсу мы скептически не относились. А ведь Алексей Очкин – единственный в своем роде фронтовик, который четырежды возвращался с того света после смертельных ранений, несовместимых с человеческой жизнью. Его можно смело назвать самым живучим воином Великой Отечественной войны. Взять, к примеру, всего только один наградной лист к медали «За отвагу» от 28 мая 1943 года и обратить внимание на графу ранения и контузии. 15 июля 1941 года – ранение в обе ноги. 15 декабря 1941 года – в челюсть. 10 августа 1942 года – в грудь. 14 октября 1942 года – в голову. 26 марта 1943 года – опять в ногу. А всего на нелегком пути от Сталинграда до Берлина и Праги артиллерист Алексей Яковлевич Очкин получил 20 ранений. Четыре из них были весьма тяжелыми. За невероятную храбрость и запредельное мужество он получил от своих боевых товарищей прозвища «Лейтенант Огонь», а генерал Василий Иванович Чуйков утверждал, что Алексей Очкин носит в себе килограмм металла. Свою самую первую тяжелейшую рану, после которой люди обычно не выживают, молодой лейтенант получил во время обороны Сталинградского тракторного завода. В конце октября 1942 года немецкая снайперская пуля попала Алексею ниже глаза и вышла в затылок. В бессознательном состоянии его привязали к бревну с крестовиной и пустили вниз по течению «Волги», так как на своих руках его вынести было невозможно. Везде был прострел, да и врач был только в госпитале. Вы только представьте себе эту картину. Холодная осенняя река несла куда-то бесчувственное тело воина с простреленной насквозь головой. Много ли у него было шансов прибиться к своим и выжить? Однако лейтенант Очкин выжил, потеряв при этом зрение. Но случилось удивительное. Уже к февралю 1943 года зрение вернулось к нему в госпитале, что является редким случаем в медицинской практике. Необходимо добавить несколько строк о воинском подвиге в Сталинграде, о событиях, которые предшествовали его тяжелому ранению в голову. 23 сентября 1942 года севернее завода в Красной Октябре баррикады немцы уперлись в группу истребителей танков 112-й стрелковой дивизии во главе с лейтенантом Алексеем. Три недели наши бойцы сдерживали натиск неприятеля на том участке. До последнего орудия. До последнего наводчика. Оставшись без снарядов, артиллеристы взялись за гранаты. Среди них был 14-летний сын полка Ваня Федоров. Осколком вражеского снаряда Ивану оторвало кисть правой руки. Оставшимся в живых показалось, что он погиб. Однако, когда немецкие танки пошли в обход позиции артиллеристов по узкому проходу вдоль заводской стены, Ваня Федоров встал, выбрался из траншеи, прижал культей правой руки к груди противотанковую гранату, выдернул зубами чеку и лег под гусеницу головного панцира. Атака немцев остановилась. В те жаркие кровопролитные дни Алексей Очкин написал на своем комсомольском билете «Отдам жизнь за родину, ни на шаг не отступлю». Этот билет сегодня хранится в Волгоградском историческом музее. В октябре 1942-го, находясь в самом пекле, лейтенант «Огонь» создал боевую группу, вошедшую в историю Сталинградской битвы как 57 бессмертных. Спустя годы маршал Советского союза Василий Иванович Чуйков вспоминал об этом так. 57 человек из 112-й стрелковой дивизии «Сологуба» под руководством лейтенанта комсомольца Алексея 9 дней обороняли сборочный цех, затем Кручу в районе нижнего поселка тракторного завода. Вражеские танки, пехота, специальные штурмовые батальоны атаковали их по 5-6 раз в день, но безрезультатно. Даже тогда, когда в группе лейтенанта осталось 6 человек, и сам он был тяжело ранен, гитлеровские генералы считали, что Кручу обороняет чуть ли не целая дивизия. Во второй раз смерть заглянула в глаза Алексею 26 марта 1943 года. Не просто заглянула, а еще и взмахнула своей косой. И при этом попала. Во время проведения Севско-Орловской наступательной операции, штурмовой отряд, который возглавлял Алексей, споткнулся о хорошо укрепленный рубеж противника под деревней Романово. Кинжальный огонь немецкого дзота выкашивал атакующих. Старший лейтенант Точкин, дабы сберечь своих бойцов, решил сам уничтожить огневую точку противника броском гранаты. Но в нескольких метрах от дзота его настигла вражеская пуля. Она попала в бедро. Кость была сильно повреждена, раздроблена, и нога повисла плетью. В небольшом укрытии Алексей наспех перевязал рану, наложил на ногу шину из ивовых веток и продолжил движение. Он полз по снегу к изрыгающему огонь пулемету, оставляя на белом снежном покрывале кровавый след. Очкин сумел подобраться к дзоту и бросил в его щель гранату. Пулемет замолчал, но через несколько секунд вновь возобновил свою смертельную жатву. Неужели все было напрасно? И тогда раненый офицер принял волевое решение – пожертвовать собой ради жизни товарищей. Лейтенант закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Он сутки пролежал на снегу, пока красноармейцы, штурмовавшие деревню Романово, с большим трудом не вынесли изувеченное тело командира с поля боя на плащ-палатке. Потом у живучего лейтенанта снова был санитарный поезд, опять госпиталь, а после выздоровления снова фронт. Следующий, третий по счету смертельный боевой рубеж Алексея – Днепр, при форсировании которого он получил тяжелейшую контузию. Он очнулся только в покойницкой, заваленной окоченевшими трупами. Раздвинув холодные тела товарищей по несчастью, он выбрался из-под них на свет Божий, и его заметила санитарка и сбегала за врачами. Оживший старший лейтенант еще долго выздоравливал, отходя в госпиталях от последствий сильнейшей контузии. Гвардии капитан Алексей Очкин вместе со своей истребительно-противотанковой бригадой, форсировал Вислу, Одер, дошел до Берлина и Праги, где в очередной раз, в четвертый уже по счету, был тяжело ранен. И опять выжил. Феноменально живучий воин дожил до победы. Очень не люблю я выражение «Голливуд отдыхает», но оно идеально подходит под боевую биографию героя. Тут не просто Голливуд отдыхает, а Голливуд не поверит в реальность происходивших событий. Ни один сценарист не отважится воспроизвести невероятную выживаемость Алексея. Четыре раза переступить смертельную черту и вернуться обратно. Такого не может быть никогда. Ни один Рэмбо, ни один Киборг, никакой Терминатор после таких испытаний, после 17 госпиталей, после 20 ранений и контузий в строю не останется. А русский воин остался. Кстати, о кино. После войны Алексей Очкин окончил в ГИК Всесоюзный Государственный институт кинематографии и стал режиссером-постановщиком, писателем, сценаристом и драматургом. Алексей Очкин снял несколько фильмов и написал документальную книгу о войне. Честному и прямому боевому офицеру пришлось после войны опять повоевать. Но теперь уже с чиновниками, и при Хрущеве, и при Брежневе. Однако он никогда не поступал со своими принципами. Поэтому Алексею Яковлевичу так и не вручили вполне заслуженную им звезду, героя Советского Союза. Алексей Яковлевич Очкин прожил долгую и достойную жизнь. Скончался он в 2003-м, на 81-м году жизни. Боевые товарищи-фронтовики говорили о нем, лейтенант-огонь. Такой же горячий. Таким он и оставался до конца жизни горячим, принципиальным и честным. Друзья, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, пишите свои комментарии и ставьте лайки. До скорых встреч!